Калина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, благодарю вас за то, что оперативно откликнулись на просьбу для этого разговора. Итак, ночная атака Ирана по Израилю. И что важно, на мой взгляд, и не только, наверное, на мой, что впервые атака не через Прокси, не через Хизбалу или какие-то другие структуры, а непосредственно с территории Ирана по территории Израиля. Уже о масштабах тут судить сложно и о результатах, потому как сейчас обе стороны будут говорить, естественно, одна сторона, мы все, все наши ракеты долетели и поразили все цели, а вторая будет утверждать, что мы все сбили. Но тут, правда, не найдешь. Да, но факт остается фактом. Такого еще, во всяком случае, ну вот, в новейшей истории не было. Ну, нападения на иранские миссии были, кстати. Это, по-моему, четвертая по счету, израильская в смысле. Правда, не такого масштаба, это не были авиаудары, но, тем не менее, на иранские миссии нападали. Ну, давайте просто посмотрим, а что у нас в сухом остатке? Нас же интересует, чем сердце успокоится, правда? Значит, авиаудар Израиля, понедельник, седьмое число, вечер, по-моему, да, был по ДИП миссии Ирана. После этого иранская страна, которая, с моей точки зрения, вопреки западной пропаганды, удивительно придерживается принципы легитимизма. То есть, несмотря на то, что международное право может быть и сдано в архив, но сдано оно в основном Западом, как мы замечаем, да, то иранцы набирают репутацию и делают это медленно, спокойно, не торопясь, и не хотели бы быть обвиненными в каких-то противоправных действиях, несообразуемых законами введения боевых действий, войны как таковой, международных отношений. Ну, так, как это было в истории, потому что законы войны, они писались кровью и были выработаны по необходимости. Вот. Кто комбатант, кто не комбатант, как обращаться с пленными, как обмениваться пленными, как интернировать дипмиссии, как обмениваться дипмиссиями. Я напомню, что в 42-м, по-моему, году, да, Советский Союз и Третий Рейх через Швецию обменялись дипмиссиями интернированными. Не тронули же дипломатов даже при той войне, такой страшной и без правил, которую ввели нацисты на нашей с вами территории. Тем не менее, вот этот принцип как-то соблюдался. А тут вот на тебе удар по дипмиссии. И дальше Иран обратился поэтому в Организацию Объединенных Наций официально через свое представительство и потребовал осуждения Израиля за нарушение Венской конвенции и посягательство на диппредставительство. И дальше в качестве условия поставил, что если Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности не примет соответствующую резолюцию и не введет наказание для Израиля, то Иран оставляет в соответствии, по-моему, со статьей 51 о самообороне, оставляет за собой право выбора масштабов, методов и прочего, касающегося самообороны. И тут, в общем-то, вроде как бы все затихло. А наблюдатели, которые больше поджигатели на Западе, они прямо лопались от нетерпения. Что же дальше? Потому что очень хотелось, конечно, спровоцировать Иран на спонтанный ответ, немедленный. Но этого не произошло. Время шло. И терпение лопнуло у британцев консервативных. Поэтому в известном издании The Telegraph была опубликована статья Кона Коффлина. Иранский бумажный тигр наконец-то был разоблачен. Но вся статья сводится к тому, что типа ха-ха-ха, Иран струхнул, уполз с ковра, утерся. Одна здравая мысль там высказывала, что Иран не хочет втягиваться в крупномасштабные боевые действия. Это правда. С этим я совершенно согласна. Все остальное, в общем, показалось мне крайне странным. Равно как и сама метафора, китайская метафора относительно бумажного тигра и Ирана. Тут что-то такое у меня не клеилось, знаете, какой-то получался кич свершеннейший. Потому что все-таки символ Ирана, я напомню нашим зрителям, это лев. Да, традиционно это лев. И на старом флаге Ирана это был лев. И остался он на штандарте игроков пола, поскольку это игра, придуманная иранцами и так далее. Так вот, что пишет этот автор? Он пишет, что несмотря на все их громкие заявления о стирании Израиля с карты Ближнего Востока, аятолы прекрасно понимают, что если дело дойдет до прямых боевых действий, они не смогут противостоять превосходящей огневой мощи израильтян. Вот здесь все неправда в этой статье от 7 апреля. Почему я на ней останавливаюсь? Просто посмотрите, как подзуживали. Но что неправда? Значит, Иран никогда не заявлял, что он сотрет Израиль с лица земли. Иран всегда говорил, что нужно сделать все для того, чтобы сионистский режим, который является токсичным для региона, поскольку он стал носителем вне региональных интересов Запада, подлежит смене. Кроме всего прочего, необходимо все-таки вернуться к резолюции от 67-го года, если я не ошибаюсь, ООН, относительно создания двух государств, еврейского государства и палестинского, на данных территориях. В общем-то, ни за какие рамки Иран, вроде как бы, получается, и не выходил. Потому что эту резолюцию и шахский Иран в 67-м году поддержал, между прочим. При том, что был очень близким союзником Израиля. Значит, никакого государства еврейского стирать с лица земли Иран никогда не собирался. Теперь, значит, незадолго, буквально накануне, когда уже стали ясны приготовления 13-го числа, и об этом многие источники на Ближнем Востоке заявили, потому что Иран закрыл свое небо. Ну, в общем-то, многие были признаки того, что Иран готовится к какой-то операции. Это уже было 13-го. То, надо сказать, иранцы тоже на своих ресурсах стали говорить, что любая операция, которую они будут осуществлять, не будет нацелена ни на гражданскую инфраструктуру, ни на гражданское население, а только на военные объекты. Ну, это пропустили все мимо ушей, разумеется, потому что это же выгодно мимо ушей пропускать такие заявления. Но для самих иранцев это было важно. Насчет инфраструктуры они иронично и здраво заметили, что зачем уничтожать инфраструктуру, которая может понадобиться в любом случае. Мы же не такие, как эти израильтяне, которые газу в пыль превратили и уничтожили до 30 тысяч мирного населения во время своей операции против Хамаса. Вот они как бы всячески пытаются показать, что мы не они. Теперь, что касается превосходящей огневой мощи израильтян. Она возможна только в случае, если западные союзники Израиля, прежде всего Соединенные Штаты, стоят за спиной Израиля, поставляют ему соответствующее вооружение, включая ракеты для противоракетных установок системы «Железный купол». Вот тогда да. Потому что полгода ведя войну, мобилизовав в том числе и рабочие руки на фронт, получив блокаду со стороны хуситов, которые блокировали для судов, везущих грузы в Израиль и из Израиля, Баб-Эль-Мандепский пролив, надо сказать, Израиль оказался очень быстро на грани экономического, в общем, коллапса практически. То есть это очень критичная оказалась ситуация. Без внешней помощи стало ясно, что Израиль не справится с этой ситуацией. А теперь смотрите, что произошло ночью. Значит, Иран выпустил несколько рейдов просто раи беспилотников по действительно военным объектам. Прям видно, даже видно в видео, я смотрела и израильские. Люди прям наблюдают, что-то не с улицы это. Не по городам били они. В основном они, удары были нанесены по пустыне Негев, где находится авиабаза, по-моему, Невахим называется, да, с которой как раз и взлетали самолеты или самолет, который нанес авиаудар по иранскому диппредставительству. И израильтяне говорят хи-хи, ха-ха, небольшие разрушения и так далее. Иранцы говорят, штаб разрушен, нанесены повреждения. Ну, удар, короче говоря, был нанесен. Но что важно, что эти беспилотники сбивали сами израильтяне, а также сбивали американцы. Действительно, американские самолеты были подняты. И британские. При том, что британцы отказались участвовать своими военно-морскими силами в этой операции. Американский авианосец, я напомню, из НХР. Но он же там, там же, в общем-то, находится сейчас, да? Да, да. Ну, в данном случае я не думаю. Да, я думаю, что самолеты, возможно, летели и оттуда. Теперь, значит, 13-го числа Турция заявила, что в случае прямой атаки на Иран с американских или израильских баз Турция закроет свое пространство для их пролета. Что было удивительно, надо сказать. Но это произошло после какого-то очень, видимо, содержательного разговора министра иностранных дел Турции Хакана Федана, по-моему, 12-го числа, 12-го или там... Да, 12-го, кажется, даже, с министром иностранных дел Ирана. Видимо, министр иностранных дел Ирана сказал что-то очень убедительное турецкому министру. Значит, из всех стран Арабского Востока только территория Иордании использовалась, но там американская база, это ТАНФ. Кстати, краткое замечание. С февраля ни иранские проксы, ни тем более силы КСИР никак не терроризировали американские военные объекты на Ближнем Востоке. То есть, вот смотри, за февраль, март, да, два месяца. Они не трогали, по всей видимости, это тоже некоторая была договоренность. То есть, американцы довольно грозно там тоже отвечали. И, кроме всего прочего, иранское руководство, по всей видимости, связывалось, и надо сказать, что все министры Аравийского полуострова звонили в Тегеран, это все было. И, видимо, они предупредили, что если вы предоставите своей стране для нанесения прямых ударов по нашей стране, то мы закроем Армузский пролив. Ну, согласитесь, это невыгодно ни этим странам, ни Соединенным Штатам, что интересно. Потому что вы понимаете, что если будет закрыт Армузский пролив, то раньше 60% нефти морским путем проходило через этот пролив. Ну, теперь представьте себе, что будет в этой ситуации, да? Цена на нефть, чего так побаивается Байден, да, или администрация Белого дома. Ему это совершенно не на руку вот сейчас в предвыборной ситуации. И, по всей видимости, эти страны сказали, ну, извиняйте, мы никак не можем, мы в домике, мы тут вообще ни при чем. Мы Иран не любим, но и бог с ним, но мы тут ни при чем, мы тут вмешиваться не собираемся. Там вообще ни у кого никакой особой такой любви друг к другу и нет. Вот. Теперь смотрите, что произошло. Уже посчитали эксперты. Значит, вот эти беспилотники, которые вылетели, которые были сбиты. Казалось бы, что это за пустая такая ребячья забава, да? Ну нет, почему? Они же вскрыли ПВО противника. Во! Они раскрыли ПВО противника. РЛС противника. То есть это была разведка боем. У иранцев полная... Но это не все. Значит, железный купол, который был настроен прежде всего на то, чтобы предотвращать атаки неуправляемых ракет, извините. Да, неуправляемых ракет, я оговорилась. Вот. Выпустили противоракет аж на 1 миллиард 100 миллионов долларов. А сколько Иран потратил на эту атаку? Вы там посчитали. Ну, где-то до 62 миллионов долларов. 20 раз. Ну, иранские эти шахеды, их еще мопедами называют, да, из-за характерного звука, они же, собственно, в них-то этим... за это их и ценят, что они дешевые, но при этом шороху наводят нам дорогая. Короче говоря, своих целей Иран достиг. Удар он нанес. Некоторых целей, конечно, достиг. Понятно, что израильская сторона будет говорить, хе-хе-хе, мы тут это самое выиграли и так далее. Это уже неинтересно. Важно, что ракет нету. Система истощена. После чего иранцы заявили, будет прямой удар, это мы еще не начинали. Кстати, ударил Ксир, а вооруженные силы Ирана вообще не принимали участие в этой операции, поэтому они сказали, ну, это мы еще не начинали, это так. Это итог пощечина. Если вам изменит чувство реальности, и вы попытаетесь как-то еще рыпнуться против нас, то получите ответ по хуже. Это они сказали довольно спокойно. То есть они своих целей достигли. Ответ был, правильно? Прямой ответ по территории Израиля. Предупредили, что по военным объектам. Ну, здраво, согласитесь, да? Теперь Израиль кричит безобразие, вы скажите это самое, требует от России, чтобы осудила удары Ирана. На что я довольно критично отношусь к нашему МИДу и его заявлениям. Но, тем не менее, вполне поддерживаю то, что написала в своем посте Мария Захарова, что когда по нам били Украину, киевский режим, вы что-то молчали, не осуждали, а теперь от нас требуете осуждения? Извините, подвиньтесь. Обе стороны призываем к сдержанности. Все правильно? Да, все. То, что произошло, уже произошло. Да, Иран ответил, собственно, как и обещал. Да, они сразу говорили, что ответ не будет быстрым. Они будут готовиться. Они подготовились, ну и что-то сделали. А где столько ракет они возьмут? Вот это все означает, что Украина вообще нифига не получит то, что Израиль в приоритете, да? Ракеты американские получали их из Америки. А для железного купола это не израильские ракеты, это американские ракеты. Так вот, теперь же самое интересное, наверное, начнется. Ну, во-первых, Израиль вроде как должен очередной ответ, наверное, придумать. Ну так, по идее. Но с Соединенных Штатов уже доносятся такие мнения, что, ну, не надо. Не надо, в общем-то, этот конфликт дальше вводить в новую степень эскалации. И, вероятнее всего, так и произойдет. И теперь борьба лоббистов в самой Америке ведь начнется. Потому как, да, Америка должна поддерживать Израиль. И что остается в той же Украине? Ничего. Ну, это понятно, само собой. А для Израиля что остается? А в самой Америке что остается? Предположим, Америка отдаст все, что у нее есть, чтобы возместить использованные ракеты. Да? Ну, она серьезно как-то ослабит и собственные арсеналы. Вы не находите? Ну, все-таки это не такое шуточное дело. И дальше противники того же Байдена тут же в него вцепятся зубами и скажут, «Ты что делаешь, мужик? А нам? А наши?» Мало того, что ты тут мигрантов пускаешь, мало того, что ты так себя ведешь, так ты еще и обороноспособность нашей страны ослабляешь. Конечно, они вцепятся. Даже если бы они делали то же самое на его месте. Ну, они уже вцепились, уже форсят заявление Трампа, который, в общем-то, говорит с трибуны, что везде идут войны, там, Россия, Украина, сейчас Израиль, Иран, новый какой-то виток конфликта, на очереди, там, ну, послам Трампа, Китай. И все это происходит из-за слабости, и вот если возникну я, все это сразу успокоится. Да. То есть, ну, вот эту ситуацию, как говорится, противники Байдена уже используют, долго не ждут. Вот, смотрите, отражали вместе иранскую вот эту атаку британцы и американцы. Ну, Иордания, скажем, просто ее территория. Но вместе с тем, вот, многие говорят о том, что как раз-таки склеснулись интересы британцев и американцев вот в этой ситуации. Нет. Потому как британцам как раз-таки выгодна большая война в этом регионе, а американцам как раз-таки нет. И они сейчас все будут делать для того, чтобы, наоборот, как-то умиротворить стороны. Давайте скажем, почему британцам она выгодна. А потому что я уже давно, помните, я вам как-то говорила, что они тоже вот те же самые, в том же самом Детелеграф, что писал Алистер Хитт, что, ну что, Америка едет с ярмарки, нам надо в высшую лигу, давайте уже бразды брать в свои руки. По крайней мере, в старом свете. Вот вам пожалуйста. Поэтому британцы теперь американцам будут говорить, ах, это вы бумажный тигр. А-а-а, мы не знали. Но британцы-то не успокоятся на этом, как думаете? Ну они, конечно, могут не успокаиваться. Просто вопрос, кто первый сморгнет. Они могут не успокаиваться, но ресурсов у них для этого маловато. Какой у них ресурс? Ну, хорошее отношение с Турцией. У Эрдогана сейчас некоторые свои проблемы внутренние. И, в конце концов, конечно, он достаточно близкий друг главы разведки британской Ричарда Мура. Но, знаете, не настолько. И все-таки надо сказать, что при всей зависимости от НАТО, Эрдоган, ну, относительно самостоятельная фигура. Это вам не Макрон какой, понимаете? Кроме всего прочего, 9 мая Эрдоган полетит и будет в Вашингтоне. И там, по всей видимости, будет подписано соглашение, которое на деле уже осуществляется. То есть оно будет лишь оформлено. Потому что Эрдогану удалось своим непослушным поведением, в конце концов, вынудить Вашингтон согласиться и на очень многие уступки пойти. И в связи с этим тут надо понимать, что Турция одна из немногих стран НАТО, которая имеет достаточно потенциальной энергогенерации для того, чтобы на большую мощность запустить свой военно-промышленный комплекс, который у нее есть. И вот эти-то заказы от Америки Турция и получила. Причем с авансом. И налоги будут платиться в Турции. То есть все не по схеме, по какой обычно шли американцы. Даже те предприятия, которые Турция поможет Америке сделать в Америке, и те будут аккредитованы в Турции, и налоги будут платить в Турции. То есть у Эрдогана есть возможность получить от Соединенных Штатов очень серьезные вливания. Потому что у самих Соединенных Штатов тоже проблема с энергогенерациями, с модернизацией электростанции. Довольно муторное и долгое дело. А вот у Турции, понимаете ли, новенькая АКУЮАЭС стоит, которую Россия за свои средства поставила. Газ мы им поставляем. То есть все. Теплоэлектростанции, соответственно, тоже есть в связи с этим. Поэтому у Турции есть энергогенерация и есть производство. Поэтому она просто расширяет эти производства. Она взялась это делать, и стране это выгодно. Поэтому друг-то друг, Ричард Мур, но не настолько, чтобы уж совсем о себе дорогих и любимых не позаботиться. Получается, что, смотрите, просто ведь на протяжении уже долгого времени очень много таких страшилок. И с вами мы не раз тут и обсуждали, начнется ли там как раз та самая пресловутая Третья мировая, вот именно там, в этом регионе. И с каждым каким-то обострением, которых, в общем-то, ну, они там случаются, это, в общем-то, периодически. К ним можно было бы где-то, наверное, даже и привыкнуть, имея черт в твое сердце. Но ввиду того, что там гибнут все-таки люди, привыкнуть к этому все-таки невозможно. Но вместе с тем мир все время пугает, что вот сейчас что-то там происходит, это начало, смотрите, это начинается Третья мировая. То есть уже сейчас понятно, что это точно не начало той самой Третьей мировой войны. И есть кому умиротворять обе стороны. А вот это тоже большой вопрос. Потому что в главные миротворцы, как всегда, опять-таки, рвется Турецкая республика. Вот, и с Украиной, Турецкая республика, да, тут, значит, мы переговоры ведем, там рыбу заворачиваем, здесь оружие поставляем киевскому режиму, Крым не признаем, ну, и разные прочие такое, и тому подобное. А с одной стороны... С другой стороны, она некоторый интересант, потому что тот же Хамас, в конечном итоге, как Владимир Соловьев как-то сказал, ну, это же братья-мусульмане, чего к Ирану-то прикопались. Это же, в конце концов, турецкие прокси. Ну, и все-таки соперничество между Ираном и Турцией тоже никто не отменял, правда? Вот, тут есть множество таких моментов, которые мешают Турции быть таким мировым судьей, да, в этой ситуации. Более того, на это изначально не согласились, кстати, ни палестинцы, ни израильтяне. Турция сразу себя предложила. Вот. Но я должна сказать, что, кажется, в Европе начинает обозначаться новый такой центр, который действительно мог бы стать, может быть, такой переговорной площадкой. Это Братислава, которая, с одной стороны, является членом НАТО, а с другой стороны, между прочим, в отличие от той же Турции, иностранных военных баз на своей территории не имеет. Вот. Поэтому и более того, Братислава делает эту заявку. Правда, ее особо пока еще никто не слышит, но это факт. И внутри Братиславской правящей элиты, особенно после того, как президентские выборы выиграл господин Пелегриня, этот внутренний диалог в самой Словакии, надо сказать, стал очень актуальным. Вот. Потому что известна позиция Словакии по Украине. Правильно? И, надо сказать, она идет в разрез с собратьями по Евросоюзу. И даже по НАТО. Вот. Рядом со Словакией, там, от Братиславы, 40 минут ехать в город Вена. Верно? Австрия до сих пор нейтральная, хотя некоторые наши эксперты почему-то ее тоже уже записали в НАТО своей волюнтаристским таким рощерком. Вот. Так что там, в Центральной Европе, идет какое-то брожение. Скорее всего, я думаю, этот центр переговорный имеет шанс переместиться именно туда. Вот. Ну, а кто еще? Ну, Индия могла бы взять на себя такую роль, но не проявляла подобной инициативы. Ну, может быть, и Китай еще как-то отмалчивается. Может быть, там же тоже, думаю, найдутся интересы. Ну, бог с ним. Как-то, я думаю, что это отрулится. Самое главное, что чего, опять же, боялись все, перерастет ли это в обмен ядерными ударами между... Потому как и те, и те вроде могут. А зачем? Ведь фетва, запрещающая производство ядерного оружия, которое выпустил верховный глава Ирана, она до сих пор не отменена. Да, иранские ядерщики говорят, если будет отменена, то, ну, очень быстро мы сделаем. А зачем, если у них есть гиперзвук? Который, как я понимаю, в этом ударе они не применяли, иранцы. Только крылатые баллистические. Ну, одни летают повыше, другие пониже, в общем. Просто одни быстрее, другие медленнее и так далее. Но гиперзвук они не применяли. Почему я вот все эти вопросы задаю? То есть мы, по большому счету, можем, ну, где-то выдохнуть, наверное. Во всяком случае, на какую-то ближайшую перспективу. То есть большой войны там не начнется. Я хочу напомнить, что российский Черноморский флот уже более недели, по-моему, даже больше, дней десять, находится в Красном море. Вот. Ну, может, он и сохранит там будет сейчас в данных обстоятельствах. Но явно тоже является препятствием для эскалации, как я понимаю. Теперь в совсем сухом остатке, все же, еще даже до этого удара, который иранцы нанесли ночью, все-таки позиции Израиля на тех самых голландских высотах, очевидно, были серьезно подвинуты и ослаблены. По крайней мере, вот осторожно можно сказать именно так. То есть некоторые потери Израиль серьезные понес, потому что для Израиля позиции на голландских высотах это стратегически важные позиции. А они, я напомню, принадлежат Сирии. Да и Юре. А де-факто уже давно там Израиль находится. Вообще-то оккупировал чужую территорию. Вот такая вот история. Поэтому все-таки движуха будет продолжаться. Но не помню уже кто-то из тех же британских авторов, впрочем, довольно ехидных, но с индийским именем. Написал статью, как иранцы варят лягушку. Ну, при этом, значит, такая фотография, но лягушка колористически сделана синий в цвет израильского, да, звезды Давида, голубого этого самого цвета, да. Вот, то есть они... Ну, это действительно, вот тут автор прав. То есть иранцы не заинтересованы даже в том, чтобы тратить особенно ресурсы на то, чтобы с Израилем воевать. Они хотят его измотать. Ну, то есть, насколько я понимаю, в ближайшее какое-то время, не знаю, правда, какое, насколько это он растянется, мы как раз за таким процессом и будем наблюдать. Заво во всяком случае, чем пугают часто во всяких там разных изданиях, особенно в заголовках, ожидать не стоит. Ну, нам нужно подумать, и, в общем-то, была бы интересная тема косвенно или прямо, как это может быть, какие последствия для театра, украинского театра военных действий могут быть после вот всего того, что случилось сейчас на Ближнем Востоке. А они будут, и они есть, несомненно. То есть это, как вы правильно сказали, снижает возможности Киева получать вооружение из Соединенных Штатов. Израилю нужнее, как бы то ни было, уже видно категорически. Это означает, что системы ПРО, да, Киев, скорее всего, все-таки получить не сможет. Вот. Ну, собственно говоря, ну и далее везде, как говорится. То есть, кроме всего прочего, мы видим, что те же Соединенные Штаты показали, что не все они могут, да, и не стукнули кулаком по столу. Вот, значит, у Ирана, как минимум, что-то было в арсенале, что их сдержало. Теперь они те же, тот же Вашингтон, уговаривает Тель-Авив, не лезть на рожон. Вот. Так что посмотрим. Ну да, будем наблюдать. Хотя, действительно, еще какое-то время, совсем короткое, назад, такую ситуацию было сложно себе представить. То есть, видимо, с гегемоном все-таки, с гегемоном что-то происходит, и происходит прямо на наших глазах. Переходный период, перестройка, как он из нее выйдет. Я не американист. Они говорят там все, что вот тоже система работает, что да, назначенцы, да, они, конечно, что-то решают, но система работает. Ну, по-моему, так не бывает, потому что мне кажется, что те, кто являются, те, кто стоят на аванс-сцене, в определенном смысле, все-таки отражают стилистику, которая вообще свойственна всей системе. Ну, мне кажется, это крайне странным, что если на аванс-сцене какие-то странные люди ходят, типа Камал и Харрис, понимаете? А вот почему-то в аппарате там все как часы, как часы, и одни профессионалы. Ну, я не знаю, ну, что-то в этом странное, согласитесь. То, что да, странно, это мы отмечаем, конечно. Конечно, интересно, как и поменяется ли что-то после президентских выборов, но это уже, наверное, тема следующего разговора, и вообще дожить бы до них еще что-то, как говорят в народе. Спасибо вам огромное, Корина Александровна, за этот разговор, за ваши оценки. Спасибо. Продолжение следует...